здравствуйте дорогие друзья и так недельная глава эки маша предостерегает свой народ есть такая поговорка очень интересная что наша жизнь это дар бога то что мы с ней делаем это наш дар богу то что мы приносим ему и потом разберемся уже что с этим мы сделали один из великих праведников валился так чтобы бог не подвергался его испытаниям не богатством не бедностью ну бедностью понятно никто не хочет быть бедным а вот желающих наверно пострадать богатством мне кажется очень много все-таки не все так просто как кажется с первого раза в израиле провели очень интересное исследование победителей там то то лото как она называется и которые на протяжении 10 лет отцветили людей которые выигрывали очень крупные призы выше там 10 миллионов и вот интересно как сложилась жизнь этих счастливчиков оказалось что у многих из них резкие изменения к лучшему и многие я говорю мягко просто это 95 процентов распались семейные связи и родственные связи там и так далее многие уже вы остались у разбитого корыта просто не умели и тогда много изменений да деньги не принесли ощущение полной независимости и свободы такой человек знаете когда человек становится богатым становится часто часто теряет чувство реальности ему кажется что ему все можно и позволено и он попадает вот в эту житейскую ловушку еще раз хочу вам сказать я могу свидетелем быть этого дела потому что может быть из тысячи самых богатых людей россии украины казахстана периода вот всего этого послесоветского я наверно знаю 90 процентов со многими очень много общался знаю судьбы семьи хочу вам сказать что дело плохо с этими деньгами никому несчастья не принесли и редкие редкие люди которые умели все-таки как бы вложить эти пять копеек в вечность остальные все пытатели так и так шанский рэбэ сказал интересно бедному легко полагаться на бога на кого ему еще полагаться богатого богатого тяжело каждая катура в кармане говорит полагайся на меня поэтому на уровне народа здесь несколько было другое и поэтому машет тоже самое говорил и опасения машет такие же что он говорит она предупреждает что вы идете в землю израиля казалось бы ты стремился мы все стремились нет он говорит именно сказано опасения земли израиля почему какие опасения он говорил вы начинаете приходить на вам надо сеять пахать убирать то есть у вас начинается период материального вот этот период очень легко забыть бога подумать что ты посмотри какой я небоскреб посмотри какой я молодец у меня урожай какой какая у меня армия великая какой я какой я и пошло пошло поехало тысячи тысячи какую я можно придумать чтобы забыть бога поэтому маша который понимал что происходит понимал суть людской психологии он говорит что отпусти народ мой это только отдельная фраза и и не существует без фразы для того чтобы он служил мне то есть приход в землю израиля только с материальной цели мне приносит пусть пыль не успеха если вы теряете духовные ориентиры будут всякие не дай бог неприятности обратите внимание что физически больные люди они обладают искаженным вкусом горько иногда он представляется сладким сладко и горьким написано в кавале что точно также люди с больной душой кажется все хорошо так все замечательно все цветет все они считают что вот это замечательно там гей порадует нам где-нибудь там в иерусалиме ну что это толерантность это люди с абсолютно больной душой даже не скажу какой болезни это соответствует физическом мире написано что надо стараться давайте так думать о трех вещах подведем итог маша маша все-таки сказал нам важную вещь берегитесь не забывайте бога и не нарушайте его уставов он знал что пришли для духовной миссии и чтобы энергию направляли не только в зарабатывание не только в достижение материального и тогда все будет хорошо и все будет замечательно противном случае могут быть проблемы и вот в конце говорится что надо помнить о трех вещах главных в этой жизни знай своего творца первое что надо второе знать самого себя понимая свою силу слабости свои таланты и свои недостатки и третье не забывай там о том какого именно служение хочет от тебя бог а что он от тебя хочет чтобы ты использовал те материальные ресурсы мира которые в данном случае находятся в твоих возможностях да и способствовал тому чтобы этот мир развивался по воле творца очень все просто если то есть возможность это делать на 1 час или на одну минуту или на 5 шекелей на 5 миллионов имеет значение для бога сделать что-нибудь потрать 5 минут своего времени или 5 копеек свои все это вместе и я же большую копилку чего построенного храма который вот-вот придет брака вы от слаха